Ежегодно Новополоцкий дворец детей и молодежи на протяжении учебного года во внеурочное время объединяет более двух тысяч ребят. Плюс, что немаловажно, открыть в себе таланты здесь могут и мальчишки и девчонки с особенностями развития. Шахмат, робототехника, программирование, хореография, вокал и многое другое. Вот лишь мало часть тех новых и интересных направлений, которые сегодня предлагают во дворце. Всего же выбрать увлечение по душе юные новополочане могут из 70 объединений по интересам. Больше всего в ДДМ заинтересовало туризм и рисование, в основном леса арт и туризм. Ну, также туризм заинтересовал, потому что там, я думаю, будет очень весело и прикольно. В ДДМ очень хорошие, отзывчивые и педагоги, которые помогают детям найти то, что они хотят. Я пришла, чтобы развиваться и записалась я пока что только на глину и лепку. А так хочу еще на скалолазание, потому что я люблю лазать по деревьям и глина, я увлекаюсь ей. Я ходила сюда на театральный, мне очень сильно понравилось это здание, тут педагоги понравились. Новый творческий сезон во Дворце детей и молодежи открыли большим концертом. События, значимое вдвойне, актовый зал учреждения реконструировали и заметно обновили. Новое пространство так и располагает к тому, чтобы проводить в этих стенах городские мероприятия, конференции, заседания, а также репетировать и давать собственные отчетные концерты. Счастливы с тобою все вокруг, и пусть согнется все друзей надежный круг. И пусть согнется все друзей надежный круг. За прошедший год у нас один из наших коллективов, он получил звание «Образцовый», это коллектив «Ожиночки». Также подтвердили звание «Образцовый», это коллектив «Модерн». Но еще у нас есть один «Образцовый» коллектив, который мы планируем, надеемся, что в этом году он тоже получит звание «Образцовый». К слову, в Новополоцке в ближайшее время дни открытых дверей пройдут и в остальных творческих учреждениях города. Так, 5 сентября свои возможности в области занятости детей продемонстрирует Центр культуры Новополоцка. В 18 часов родители и ребят ждут для записи в кружке и студии. В это же время, 6 сентября, юных новополочан ждут творческие коллективы Дворца культуры «Нафтан». Елизавета Борват и Сергей Золынский, телеканал «Звезда».